Привет всем! Сегодня мы продолжим тему трансформации Windows 7 во внешний вид Mac OS X-Line. Большое спасибо пользователю KOLI375, что напомнил мне, потому что я опубликовал первое видео две недели тому назад, и вот этот круговорот совсем вылетел из головы. А я как раз сидел и думал, что бы новенькое придумать для скринкаста. Итак, так как я уже поменял внешний вид своей операционной системы, как бы Mac мне надоело, захотел Vista, то оно будет своеобразное, обзорное по старому видео. Значит, вот эта вся красота, которую я вам сейчас показываю, это в принципе идеальная копия интерфейса Mac OS X-Line. И я всячески брал совет у своего друга, делал по его факу, кое-что искал в интернете, и нашел такую компиляцию, такую комбинированную идею, которая в принципе потребует от вас абсолютный минимум знаний и действий. Хорошо. Значит, есть такой прекрасный сайт Debian Art. И есть такой пользователь и мастер, Heimdanger. Значит, он, как сказать, он занимается следующим. Он выпускает различные сборки, как бы пакеты программные, которые трансформируют систему под разные, ну, под другие операционные системы. Вот, допустим, он сделал Ubuntu Skinpack. Так, это, кстати, та же самая Windows 7, только уже представляет из себя почти точную копию Ubuntu. Кстати, в AD версии 10.10, вот здесь даже есть панель Ubuntu. Ну, как будто бы это интерфейс Unity. Как видно, даже кнопочка Dashboard, но вероятнее всего это пуск. Так вот, он выпустил свой собственный скин-пак, Lion Skinpack 6.0. Это последняя версия на данный момент. Как раз, когда я снимал это видео, я использовал данную версию его скин-пака. Значит, какие требования. Необходимо, чтобы операционная система Windows 7 была пропатчена до первого сервис-пака. Ну, прошу, моя система как раз пропатчена была для первого сервис-пака. Также необходимо, чтобы она была и 86-4-разрядная, и 64-разрядная. Пожалуйста, у меня 64-разрядная, я все боялся замены системных файлов. Но, как мой друг говорил, ничего действительно серьезного не происходит. Также тут описывается набор того, что встроено в данный пак. Кстати, он поддерживает все языки. Ну, собственно, так как это уже шестая версия, довольно много изменений. Пожалуйста. То есть, новый загрузочный экран, новая красочная тема в стиле стеклянной, новые иконки для медиаплеера, для доков. И также iShot есть для доков. Вот, кстати, это, видимо, еще более новое. Может быть, я пользовался версией 5.0. Так, хорошо. Ну, собственно, мы качаем файл, просто даунлод файл. Ссылки все я уже не буду, как бы, кидать вам через Google. А у вас все будут прямые ссылки. Ну, значит, вот он качается в формате zip. Ну, ваш загрузчик автоматом его схватит. Но, как бы, это не все. То есть, я вначале сейчас соберу вам весь материал, который необходим для трансформации. А потом буду рассказывать, собственно, непосредственно о процессе трансформации. Значит, чего нету в этом паке? В этом паке нет обоев. Обоев из-под операционной системы Mac OS X-Line. То есть, здесь всего одна обоя, если я не ошибаюсь, она как-то... Или Centurion. Ну, название какого-то созвездия. Значит, мы хотим полный пак, чтобы выбирать любые обои. То есть... Я в данном видео не демонстрировал, но у меня... Сейчас я вам покажу. Нет, без вьюера даже так покажу. Пожалуйста, у меня был пак из абсолютно всех обоев. Причем здесь не только обои из-под Lion, а здесь также обои из-под Leopard. Еще старые древние обои Aqua. Это еще было, по-моему, в первом... Как сказать, корпусном Mac, когда был такой бум. О, посмотрите, весь компьютер в корпусе. Ну, так вот. Значит, чтобы у вас был такой же пак, собственно, надо пройти по данной ссылке. Я опять-таки кину вторую по счету. Это сайт Чип. Чип есть такой журнал. У него есть собственный сайтик, где он выкладывает программы. Это... Это софтвенный журнал. Ну, значит, пожалуйста, вот... Mac OS X, Snow Leopard, пак обои. Просто качаем его. Пожалуйста. Скачивание можно сделать через BitTorrent, или можно качать непосредственно с их сайта. Но вот я советую скачивать все-таки, скачайте сейчас. Потому что я поставил этот файл через BitTorrent, и я не знаю, или сидов не было, или никто не раздавал. Но вот у меня где-то... Ну, сутки простоял файл, и ничего не скачалось. А с сайта оно скачалось, ну, буквально минут за 5-6. Как бы, не знаю. Хорошо. Также далее идем. Вторая ссылка. Значит, здесь пакет всех обои из-под... Уже лая на непосредственно собранный пак. Вот, пожалуйста. Их тоже можно скачать. 19 обоев в этой операционной системе. Отвечу чуток позже. Это все добро занимает тоже 42 мегабайта. Также на этой же страничке можно скачать вот его непосредственно линк. А также можно скачать юзер пики. Ну, юзер пики это вот, пожалуйста, аватарка вашей системы. И на загрузочном экране. То есть, когда вы вбиваете пароль. Ну, и еще, Анатолий. Вбиваете пароль. Вот, пожалуйста, юзер пики. Их тоже можно скачать по данной ссылке. И уже непосредственно вы не только сможете поменять свою операционную систему, но и даже внешний вид. Ну, своего юзер пика. Неплохо. Также при желании можно скачать Mac OS X Lion Icon Pack. То есть, набор иконок. Их здесь 238 штук. Причем они в формате как и PNG, так и ICO. И вот это очень хороший плюс, потому что, когда я делал свое видео, у меня были иконки только в формате PNG. И мне пришлось через компилированный GIMP менять расширение PNG на ICO. Это несложно, но это, блин, очень нудно. Так, вот, пожалуйста, этот Icon Pack. Также, ну вот мы разобрались. Теперь все как бы постепенно я закрываю. Закрываю скинпак. Закрываю чип. Закрываю. Кстати, зря я закрываю. Я потом скину описание. Так что пока оставлю. Вот иконки. Следующее. Что нам потребуется? Значит, Данная программа по данной ссылке. Просто качаем инсталлером в формате MCI. Что это из себя представляет? Сейчас продемонстрирую. Значит, у меня вот такие вот, как сказать, эффекты при смене звука. Причем они, ну как, звуком это никак не сопровождается. Просто уменьшается, увеличивается визуально. А кто пользовался Mac или видел, там несколько иная система. Вот эта программочка по данной ссылке. Ссылка будет также четвертой по счету. То есть, все, что я вам показываю, в такой же порядке в описании к видео и будут ссылки. Запускаем данный файл. Его просто нужно закинуть в автозапуск. Ну, чтобы он. И все. То есть, то, что здесь работает параллельно, как сказать, моя смена звука и Mac-овская, она, кстати, Mac-овская еще со звуковым сопровождением. Это, собственно, не страшно. Потому что следует просто отключить свой собственный, как при автозапуске, свою собственную вот эту темку визуальную. Но я не смогу это показать, потому что, блин, сколько ноутбуков, считай, столько же разных создателей используют в своих темах. Поэтому посмотрите на форуме. Если что, мы потом спишемся, через личку что-нибудь придумаем. Но, в принципе, это несложно. Я думаю, любой ваш друг, который знает командуемость конфиг, он разберется, как отключить родные эффекты. Хорошо. Она тут располагается в тре, ее просто нужно будет закинуть в автозапуск. Что, собственно, тоже несложно. Хорошо. Значит, дальше по списку. Также, вот, после использования данного скинпака, операционная система будет выглядеть следующим образом. Ну, собственно, как и моя. Но что меня сразу же сбесило, это классическое меню пуск. Просто его перенесли наверх. Ну, с нижней части верхнего. А, по сути, это тоже меню пуск. С этим я никак не мог согласиться. Я обратился к своему другу, который всем, собственно, этим и занимается. То есть, я обратился к вагнарке. Ну, я буду обращаться к нему по нику, потому что, я не знаю, может, он не хочет, чтобы звучало его настоящим. Значит, как от этого избавиться? Есть такая замечательная программа Object Bar. Я сразу оговорюсь, я не буду рекламировать там пиратство и прочее. Версия платная, 30-дневная версия, которая Free Trial, она будет бесить вас раздражающим, всплывающим окном при запуске Windows. Значит, все вы знаете Root Tracker, T-File, там, тапочки. Вот, собственно, не призывая вас к пиратству, приобретайте лицензию, все-таки Stardog. Но, собственно, вот она. Вот она статус бар. Она также еще называется Object Bar. Она поддерживает Windows 7. Значит, все, что от нас требуется? Вы достаете этот файл где-нибудь, ищите его и включаете Object Bar. Выходит вот такая вот менюшка. То есть, это первый запуск, все нормально. В принципе, теперь мы просто закрываем это. Необходимо скачать набор скинов, ну, как Леопарда, или Леопарда, либо Лайона. Значит, ссылки я тоже на это скидывать все дело не буду. Это все можно найти в интернете самостоятельно. Так, ну, допустим, чтобы, вот еще есть такой косяк, программа автоматически не запускается. Тут нету такого параметра, как автозапуск системы. Если вы его поставите, будет банально запускаться вот этот ланчер. Что от нас требуется? Мы заходим в автозапуск. Извини. Мы заходим в автозагрузка, автозапуск, открываем его правой клавишей мыши, и вот, пожалуйста, приложение, которое мы закинули в папку автозапуск. Значит, мы должны закинуть не данную программу ObjectBar, а непосредственно тему, которую мы скачали. Вот это вот ObjectBar.teme. Тип файла, это уже тема. Значит, надо его закинуть в автозапуск. Видите, переместить в автозагрузку, но не переместить, а мы скопируем. Или, да, нет, даже неправильно, мы создадим ярлык. Значит, зажимаем правой клавишей мыши тему, перетаскиваем во второе окошко автозагрузка, отпускаем создать ярлык. Сейчас я запущу его. То есть, вот так он сверху связи появится. А, нет, это не моя любимая тема, мне нравится, честно говоря, этот самый чистый вид. То просто немножко, мне больше нравится классический кристалл. Вот, пожалуйста. То есть, вот она менюшка, все кликабельно, то есть, давайте выставим наперед все окна открытые, давайте будем переключаться между всеми этими окнами, например, там, вот LionPack, прочее, но, как бы мне все это не нужно, так что, я просто демонстрировал возможности. Все, сворачиваю это добро. Так. Так, па-бам, 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 так, но опять-таки, так как это не гармонирует с моим интерфейсом, я это все уберу, потому что я просто демонстрирую это вам. Так, стадок, ой, как же у нас красота, клиркук, как-то загрузка уже тоже не нужна. Ага, клинтул. Она запускается через непосредственно object war. Завершить. Так, ну, после того, как вы завершаете, меню пуск, оно пропадает. Оно, как бы, невидимым будет, но оно есть. Автоматически скрывать. Так что, как бы, при данной сессии, пока у меня его не будет. То есть, при выходе системы, или перезагрузке, все появится. Ну, в общем, как я сказал, вторая программа по списку идет object bar. С тем, я вам скину ссылочку на народ. Так, следующее. Дополнительный набор иконок. То есть, можно скачать с данной ссылки, но, я признаюсь, ее просто не было. Вот здесь, когда я в прошлый раз скачал обои, не было линка на эти иконки. Я, в принципе, качал с данного ресурса. Я, в принципе, его тоже выложу, и, как бы, какая вам больше понравится. Это значит, контроль звука, тоже будет ссылка. Как бы, еще есть такой файл, я не знаю, нужно это, не нужно. Tiger System Preference. То есть, как я вот, в своем видео описывал, кстати, надо будет к нему сейчас обратиться. Как вы видите, есть панель управления по умолчанию Windows, ну, как из-под Windows 7, но просто с замененными иконками под Mac. Либо архивы, Drive C, диск C. Вот, System Preference. Она ниже. Так, System Preference. И, либо вот такой вот. Ну, кстати, это System Preference первая версия, которую я использовал. Я же нашел ссылочку на вторую версию, которая более новая, более лучшая. То есть, вот, пожалуйста, данный линк на эту программу тоже будет спущен. Вот. Tiger System Preference 2, которая позволяет делать панель управления такой же, как в системах Mac Tiger. Вот. ссылочка 2 и 1. Все это будет. Так, следующее. Ну, так, в принципе, непосредственно я уже все рассказал. Хорошо. Теперь, надо проверить. Есть такая программа, не все, есть такая программа iShot. Значит, сейчас я покажу. кликаем на нее. Она позволяет в один клик выбрать следующее действие. Restart, Sleep, Cancel или Shutdown. То есть, ну, перезагрузить, ввести систему в режим сна или выключить его. Значит, пойдем дальше. RocketDock'у у меня нету, то есть, как бы у меня сбитые иконки. Это совершенно нормально, когда вы скачаете пак и поставите, все будет. Просто, как сказать, я чистил реестр и нечаянно удалил ветку в реестре RocketDock'а, а так как я удалил тему мака, мне, в принципе, пофигу. То есть, просто переносим сюда и вот, пожалуйста, она будет здесь. iShot. Кликаем и уже, как, в принципе, в маке, там тоже есть такая кнопочка. Единственное, что темка некрасивая, надо будет взять иконки как раз под мак-стайл они все будут в айкон-паке. Причем из-под непосредственно лаяна. Все, я выкидываю. Теперь, так же, вот что, я думаю, было интересно многим, это, например, вот. Нет, это дашборд, к нему мы вернемся. Так, ну вот. Все программы, то есть, в маке действительно программы в первую очередь устанавливаются вот в такой вот док. Как это все сделать? Продемонстрирую. Значит, это уже сам инструментарий и Rocky Dog будет в Lion Pack. То есть, все, что от вас требуется, это нажать правой клавишей мыши на панель. Я этого объясняю, потому что этого как бы нету. Add Item и нажимаем Stack Docklet. Хорошо. Появляется вот такое вот непонятное пустое окошко. Кликаем, оно не кликабельное. Опять жмем правой клавишей мыши. Icon Settings. И вот, пожалуйста, мы должны указать раздел на папку. То есть, в принципе, когда я делал Lion Pack, я просто выделил все вот это свое добро с рабочего стола и перенес в папку. А, кстати, у меня эта папка осталась резервная, поэтому я, вам смогу показать. Создаете где-нибудь папку Apps, то есть, приложение, кидаете туда иконки с рабочего стола. Вот папка Apps. Да, тут все старые программки. Вот я сейчас на нее укажу Владимир, Apps. Окей. Значит, и, собственно, выбираю иконку. Ну, вот тут иконки стандартные, потому что я удалил Skinpack. Но суть в том, что, как бы, в оригинальном Мэппле иконка была следующей. То есть, это вот, типа, вот такой вот карандашик, что-то еще и линеечка. Их вот хорошо. Жмем ОК. И, пожалуйста. Но иконка, иконки нет. Кликаем. Вот они все программы в стиле маг. Убираем, открываем. Моя Ава хорошая. Убираем, смотрим. Все это есть, все красиво. И я выкидываю, потому что мне это нафиг не надо. Я сейчас вообще уберу, удалю этот Rocky Dog, это пережиток. Так, что еще? Ну, вот эти все иконки, разумеется, все это будет в скинпаке. То есть, вот эта вот, кстати, иконочка, сейчас обратите внимание, кручу курсором, это как раз-таки этот iShot. Просто я поставил иконку из-под мака непосредственно. Ну, так, мы убираем это. так, ну, вот как раз на данный момент я все рассказал. Значит, вот так будет выглядеть ваша операционная система, вот как я сейчас показываю на ютюбе. Она будет выглядеть, я прокручу это все, она будет выглядеть следующим образом. Если вы, как правильно выразиться, поставите только один скинпак, вот этот вот. если же вы, как бы, проделаете то, что я вам сказал, у вас операционная система будет выглядеть следующим образом. То есть, я не знаю, как бы, в принципе, в плане эстетики скинпак замечательная вещь, но вот это вот меню пуск меня убивает. Также, ну, почему-то напрягает мне моя поближе. Ну, и тем более, как бы, я не пользуюсь автоматическим скинпаком, а, в принципе, довольно большую часть, вот как даже по ссылкам, видно, я проделал самостоятельно, но не без помощи своего друга. Так, что еще можно добавить? Ну, разумеется, вот, когда я пользовался своим видосом, у меня действительно стоял Safari, у меня действительно стоял iTunes, как бы, но я не думаю, что если вы смотрите это видео и вообще собираетесь все это делать, я думаю, вы обладаете знаниями, как все это сделать, но, в принципе, не лишним будет делать, потому что я люблю описывать все очень подробно. Вот, пожалуйста, iTunes я вбиваю в Google, и я сейчас вбью Safari. И, пожалуйста, то есть, первая ссылка, загрузите самый прогрессивный браузер в мире. Кликаем, я, разумеется, кину ссылку прямую, не гугловскую, и iTunes, и iTunes, пожалуйста, загрузите iTunes. В принципе, я раньше негодовал на iTunes от Apple, потому что, на мой взгляд, он довольно сильно тормозил систему, особенно, когда была большая медиатека. Я не знаю, либо сейчас они слишком четко отполировали систему, но на компьютере не тормозит. Но я говорю, что у меня операционная система асемерка, 64 битой, и все-таки 6 гигабайт оперативной памяти и процессор семейства iCore, но, правда, третий, так что, может быть, это, в принципе, только из операционной системы. Если вы хотите еще более тесную интеграцию, как бы, трансформацию винды в Mac, то можно скачать не просто Safari, а можно скачать Safari с QuickTime. QuickTime это значит программа просмотра изображения из-под Mac, и также программа просмотра видеофайлов, то есть это альтернатива Windows Media Player. Так, ну, собственно, все, теперь, допустим, мы все это скачали, мы все поняли, как это делать, теперь мы действительно все это сделаем поэтапно. Значит, мы запускаем скачанный нами Lion Skin Pack, кликаем два раза, да, даем права, значит, при установке на форуме, на форуме, значит, было написано следующее, что надо отключить контроль учетных записей, когда я его устанавливал, я действительно его отключал, поэтому, если не знает, кто как это сделать, пуск, кликаем на свою иконку, ну, на свой аватар, вот он открывается в учетной записи пользователя, изменение, параметр в контроль учетных записей и выбираем самый нижний, то есть, отключается контроль учетных записей и не выходят никакие уведомления, также на форуме было написано, что необходимо отключить свой антивирус, я, кстати, уйду отсюда, мне этот док не нравится, также надо отключить свой антивирус, ну, отключайте его, в принципе, установка займет всего минут 5, так что можно отключить там на 5 или 10 минут, ну, такое, в принципе, есть сейчас, кликаем, соглашаемся с условиями пользования, далее, соглашаемся с дополнительными программами, далее, тут описывается, что требуется, то есть, описание, и выбираются, какие файлы, значит, UX Stream Patch, он позволяет ставить темы от третьих лиц, то есть, не только Microsoft-овские, а дополнительные, то есть, установив этот пак, потом вы можете спокойно качать темы со множества сайтов, где выложены уникальные и интересные темки на Windows, то есть, все это должно быть выбрано, ну, вот как можно посмотреть, загрузится MyBoard, это дашборд по аналогии с Mac, значит, выглядит он таким образом, сейчас, господа момент, вот, вот будет такой дашборд, тоже идти в комплекте, значит, чтобы его включить, надо будет просто нажать комбинацию F12 на клавиатуре, выйдет вот это вот, что, я его отключил, а, да, но я его отключил, ну, ладно, бог с ним, ну, короче, вы видели, как это все работает, RocketDog, как раз вот я показывал вам RocketDog, ну, он уже будет с темами, с иконками, курсоры, медиа, это дополнительные там файлы, визуальный стил, скринсейвер, вот, как бы базовый набор обоев, MacBoot Screen, это, то есть, загрузочный экран, уже будет не логотип, там, Windows, как вот он выглядел, а будет, как бы, крутящийся яблочко, ну, как яблочко, и внизу, крутящийся полоска загрузки, так, ну, устанавливать я не буду, потому что я уже наигрался с Mac, и что-то, как-то, не знаю, скорее всего, дальше буду делать трансформацию под Ubuntu, свою любимую, так, что показать, как он назывался, Custom Pack, значит, оговорюсь, после установки, после установки вот этого скинпака, сейчас, внимание, все на экран, после установки данного скинпака будет предложено перезагрузиться, мы не соглашаемся, мы ждем еще буквально, ну, буквально секунд 10, я не пойму, почему в Solution, они на форуме этого ничего не писали, но вот я даю полную информацию, мы ждем секунд 10, и появляется вот такое вот окошко, и оно будет, как сказать, будет такой диалог, что надо загрузить дополнительные файлы, качаем его с интернета где-то мегабайт 50, так что, если у вас автоматический фаервол, отключите его перед загрузкой, перед установкой, собственно, скинпака, выходит такая программа, и я не знаю, это серьезно, не серьезно, значит, когда я хотел ее закрыть, я вначале не понял, что это, не сообразил, мне вышло такое сообщение на английском, что, выйдя из программы, не установив там, ну, базовый, базовый набор, базовую тему, вы можете повредить систему, я не знаю, насколько это серьезно, правильно, но я не стал это делать, и значит, здесь, как вы видите, две темки, была по умолчанию тема винды, и вот эти вот 40 мегабайт, это качалось, Lion Skin Pack, как я понял, это дополнение для самой системы, потому что, как было видно с моего видео, то есть, поменялось не только все, но и поменялись бордюрчики, то есть, оформление, вот это вот, как я понял, вот эта вот программа, Custom Pack, она меняет, собственно, вот это вот, то есть, бордюрчики делает, вот эту вот полоску поиска, как в Маке, то есть, все вот это вот заменяет она, что все вот выглядит в стиле Мак металлическом, хотя, возможно, она делает нечто большее, с чего бы она весила все-таки 40 мегабайт, я не думаю, что бордюра так много весит, но в общем, я вам сказал, надо ждать 10 секунд, вы все обновляете, все, и потом программа предложит вам перезагрузить систему, значит, я перезагружал не через нее, а через инсталлятор LionSkin Pack, я просто переключился, нажал restart, и ничего серьезного, ну, ничего с моей системой вообще такого не случилось, хорошо, все, допустим, вы включили компьютер, и перед вами предстал следующий интерфейс, как в данном видеоролике, то есть, все хорошо, но осталось классическое меню пуск, я в принципе довольно много разглагольствовал, то есть, чтобы избавиться от этого меню пуск, мы просто идем в статус бар, вот этот object bar, ссылка будет, собственно, настраиваем автозапуск, снова перезагружаем систему, и вверху уже будет, а нет, вот он, дашборд, он у меня есть, просто я что-то, недостаточно, как бы, в правый угол уилл курсор, но я ничего не ставил пока что, значит, ставите в автозагрузку темку, но я вам советую поискать в сети именно клеммку, как, темку clean tool, так, хорошо, и считаю, у вас уже будет эта менюшка заменена на классическую оригинальную, то есть, iFinder, но хорошо, это опять-таки не все, что мы делаем следующее, как я говорил, темка звука, то есть, скачиваете с данной ссылочки, я кину, 3RVX, но опять-таки, я знаю, что я очень часто повторяюсь, но это, чтобы просто не возникало у людей вопросов, я люблю все четко и ясно, значит, вот уже у меня тут есть сердечок, и вы так же кидаете его в автозагрузку, и не забудьте отключить win plus r, msconfig, отключить в автозагрузке непосредственно ваш собственный лаунчер горячих клавиш, вот этот вот визуальный, все побаловался, объяснил, так, и собственно, ставите обои, конечно, не забывайте про программку iShot, также не забывайте, то, что я демонстрировал, про, как сказать, убрать с рабочего стола все иконки, кинуть ее в какую-нибудь папочку apps, и сделать вот следующий, наверно слишком быстро ушло вперед, это вот, да, и сделать, не забудьте, вот следующее, что сделать ссылочку с RocketDock на папочку, я об этом говорил где-то в середине видео, поставьте себе iTunes, поставьте себе Safari, зайдите в меню пуск, панель управления, нет, меню пуск, программы по умолтанию, собственно, здесь заходите задать программы, задания используемых по умолчанию программ, у меня скринкаст, я отвечу позже, так, ну у меня довольно большой набор программ, как вы в принципе видите, значит вот здесь список всех программ, что от нас требуется, ну, если вы хотите реально, вот прям, вообще максимально приблизить компьютер к Mac, то, то, кликаем на iTunes, нажимаем использовать эту программу по умолчанию, и она используется будет по 34 форматам, то, что она умеет делать, также спускаемся ниже, выбираем QuickTime, использовать программу по умолчанию, значит, изображение, видео будет просматриваться через QuickTime, также Safari, используя эту программу по умолчанию, то есть ссылочки какие-то, если вы что-то открываете, или вам там друг кинул ссылку Васике, вы ее открывать будете, она будет открываться непосредственно через Safari, так, ну вот собственно, это все, как вы видите, в принципе, Skinpack делает все, идеально, все классно, но как бы немного допилить это все дело надо, что касается программы iShot, которую вот я вам показывал, я очень долго искал ее в интернете, я действительно не могу понять, почему мне не удается ее найти, как бы, хотя я нашел форум, Aqua, как он называется, AquaForum, и там, собственно, выкладываются специальные такие солюшены, подделки на тематику Mac'а, и переделки винды под Mac, значит, найти мне не удалось, когда я прочитал про программу, программа авторская, то есть ее написало два друга, как я понял, она бесплатная, и я ничего не нарушу, если я позволю себе выложить, как бы, тот файл, который был, собственно, у меня, то есть я его закинул в 7-zip, просто, чтобы он весил вообще понты, то есть вот видите, 26 килобит, хотя в действительности программа весит 300, хотя можно было и в zip, но не знаю, мне 7-zip всегда был ближе, и я закинул ее, значит, на сайт, залил.ру, значит, этот файл будет висеть всего 10 дней, но учитывая популярность моего канала, всего два подписчика, и то один из них мой друг, а второй попросил меня, ну, напомнил мне сделать скринкаст про трансформацию, то, ну, как бы, ну, если надо, качайте файл, или просто, как бы, там, спокойно его распространяйте, потому что, как я уже сказал, создатели куда-то потерялись, ихнии сайты не работают, а страничка с ихней программой удалена. Так, ну, я надеюсь, всем вот, данный скринкаст был полезен, и еще раз говорю, если я что-то забываю, если что-то вы нашли интересное, и хотите, что бы я сделал, пожалуйста, пишите в комментариях, или же в личку, и, также, еще раз большое спасибо, Лагнарке, и, Коле, за то, что он мне напомнил. Ну, все, я надеюсь, данный скринкаст вам был полезен, трансформируйте, а, собственно, вот, что я собирался сделать дальше, так это рассказать про спутниковые карты, Глунас, ну, значит, это будет в следующем выпуске, я сделаю его завтра. Субтитры сделал DimaTorzok